У меня в руках РПГ-18 муха, и знаете, для чего она у меня? Основная идея сегодняшнего эксперимента, что бывает, если кумулятивная струя пробивает укрытие, за которым прячется пехота. В данном случае, пехотенец, и назовем мы его Джонни Д. Джонни Д. Привет, подписчик КП! Если ты видишь эту рекламу, то это не реклама, это самое настоящее приглашение на наш бустик, где очень много новых роликов мы сняли в последнее время. Так что переходи по ссылке в описании, и не забудь подписаться. Вот это место. Где-то здесь закопан клад, и... Думаю, что, судя по покрышкам и всего прочему, здесь разворачивались целые битвы за это местечко. Так, карта привела меня куда-то сюда. И плюс ко всему у меня сел навигатор, сел телефон. Единственное место, которое они залутали, это, судя по всему, это. Тут обвалилась кора, и что-то сверху могло упасть, что, в общем, давно здесь достаточно лежало. Ты это слышал? Сколько этой коробки лет? Это же артефакт. Что это? Заклинило, черт. Это зажигалка. Так. Посмотрим, что тут еще есть. Как кажется, я кое-что нашел. Так, парни, света нет, да? Света нет. Нам бы до полуночи управиться. Похоже, это какой-то ящик. Мы нашли его. Это же хрустальный череп. Из Индиана Джонса. Мы нашли его, черт возьми. Я сейчас умру. Я так хочу жрать. Все. А? А граната тебе зачем? Знаешь, тайна хрустального черепа мне всегда была интересна. Как он выглядит, я уже понял. Обменять я его вряд ли на что смогу. Зато посмотрим, сгодится ли такая голова. На то, чтобы проверить. Что бывает, если граната прилетела вам в голову? Знаете, у меня была мечта съездить в Японию, посмотреть на тянок. И, в общем, я еще до сих пор не прыгал с парашюта. И много-много всего не попробовал. И знаете, я как в фильме всегда говорю, да. Как в фильме всегда говорит, да. Он там соглашался, короче, на все, что ему предлагалось. И знаете, это получилось круто. Мне фильм очень нравится. И знаете, что я хочу вам сказать? Что вам нужно срочно записаться на курсы Python. Особенно, если вы хорошо разбираетесь в технике, да в том же оружии, тачках, любите системные логические задачи, то можете вполне себе хорошо зарабатывать на интересной работе. Хочу вам порекомендовать стать разработчиком Python. Python – это самый простой и логичный язык программирования, который находит применение во многих сферах. От разработки сайтов до моделирования и анализа данных. Будучи специалистом по Python, вы сможете работать удаленно и частично, а также получать зарплату от 80 до 300 тысяч рублей. Обучиться этой профессии можно в онлайн-университете SkyPro с нуля. Это онлайн-университет рентабельного образования от известной школы Skyeng, который предлагает курсы по Python на протяжении 10 месяцев. Вы сможете учиться в любой точке мира и в удобное время, а также работать над реальными проектами, которые можно добавить в портфолио. В процессе обучения вас будут сопровождать наставник и куратор, которые помогут разобраться вам в любой теме и доведут вас до результата. А еще SkyPro предлагает оплачиваемую стажировку для пяти лучших студентов, которые смогут создать полезный проект для компании. Например, студент создал бота, который отслеживает цены конкурентов и уведомляет об этом для SkyPro. Карьерный центр SkyPro подготовит вас к трудоустройству в IT-индустрии, поможет вам составить резюме, подготовиться к собеседованию и, наконец, трудоустроит вас по новой профессии. Бонусом SkyPro поможет вам получить налоговый вычет 13%, чтобы вернуть часть денег за обучение. Набор на поток с оплачиваемой стажировкой идет до конца июня 2023 года, поэтому не упустите свой шанс начать успешную карьеру в IT-индустрии уже сегодня. По промо-коду «Переполох» получите скидку в 50% и не благодарите. Ручная граната дистанционная поражает вроде бы как в 5 метрах от себя все, что ее окружает. И вот окружать ее будет голова баллистического геля, в котором внутри, судя по всему, что-то похожее на кровь. И это будет самым большим и самым главным индикатором того, что голову нужно прятать в песок получше. У меня здесь 4,80 по прямой, и гранату я буду бросать, точнее, ложить вот сюда, вот так, бам, и я побежал. Вот сюда, вот сюда, я бегу, убегаю вот сюда, вот сюда. И отсюда наблюдаю. Че? Мелочи? Нету мелочи? Кого позвать? Вот дерьмо, крепкий орешек. Ладно, парень, ты сильно-то со мной не шути. Да и вы сильно со мной не шутите, потому что можете нарваться на приз. Сегодня я раскопал артефактик, в общем-то, не просто так, потому что здесь осколки из наших разных выпусков. И здесь пули 7,62х39 из наших выпусков. Но работает это примерно вот так. Откручиваете крышечку, внутри бензинчик. Да, это бензиновая зажигалка, сделанная нашим мастером. Пока что не заправленная. И выиграет ее тот, кто подпишется на Бусти прямо сейчас. В следующем выпуске мы подведем итоги. Все, кто подписались на Бусти, подписочка у нас достаточно простая. 300 рублей и вперед. Сама зажигалочка стоит 15, так что это точно верняк. Заодно посмотрите наши эксклюзивные выпуски. Поехали! Ручная граната дистанционно наступательная, содержит 116 грамм тротила. И осколками выступает сама рубашка гранаты. То есть такие жестяные осколочки будут. Словом, камера стоит у меня вон там. Вот здесь у меня стоит айфон. И вот здесь тоже стоит айфон. Прятаться я буду за этим камнем, но а гранатку я оставлю вот здесь. Ну, в общем-то, прямо сейчас. Тихуй. Эй, какого черта, блин? Едва не пострадал мой этот. Смотри, охренеть. Раздробил это чуть-чуть. Камешек. А что по поводу нашего парня? Здорово, дружище. Какие изменения? А, кстати, никаких изменений абсолютно нет. Знаете почему? Потому что он же лысый, как Брюс и Уиллис, как крепкий орешек. Что ж, дружище, самое время сократить дистанцию вдвое. И вот сюда я положу еще одну гранатку. Первое кольцо испытаний команданта закрыто. Знаете, как в часах Эппл. Короче, дружище, вот так. Первое ты пережил. В общем, только я не могу понять, ты пират или... Только корабля я здесь не вижу. Ладно. Гранатку я брошу вот сюда. Вот сюда. Положу ее. 240 расстояние, вдвое меньше, чем в предыдущий раз. Там было 480. И я могу только пожелать удачи нашему пирату. Погнали. Разгибаем усики. Выдергиваем чеку. И бросаем. Вот сюда. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, наконец-то, хоть что-то Вы только посмотрите Не грози южному централу Смотрел такой фильм? Надеюсь Этот О, смотри, круто, офигеть Тут прям видно осколки Вот, смотри, осколок Вошел Фактически в челюсть Вон, не в челюсть, а в мягкие ткани Вон, видишь? Так, дружище, надо немножко умыться Чтобы парням С ютуба показать, что тут у нас Приключилось Ну-то и грязнули Видите, осколок застрял Смотри, какой осколок Малюсенький Это вообще ни о чем По-моему, это вообще вторичные осколки Хотя вот это вот сбоку, смотри Сбоку, видишь? Вот, смотри, я достаю Вот это точно осколок Не-не Вот он Он проник где-то на сантиметр, наверное Так Вот этот, смотри Осколок, он прям возле черепа Видишь? Вот Вот это черепушка, видишь? Вот рядом с черепушкой Извини, что я скрябаю тебе череп Вот, смотри Видишь, какой маленький Что-нибудь еще, друг мой Так, вот шея Вот тут один осколок Вот тут осколок В общем, осколочные поражения есть Но они, честно говоря, не смертельные То есть никаких сквозных Никаких кровотечений Ничего из этого Мы здесь не видим Присутствует Поражение мягких тканей В общем, наверное, где-то поражены мышцы Но не смертельно Знаешь, пираты ведь с двумя сережками ходят Так что будешь пиратом у нас Короче Дело к ночи Надо с этим завязывать Кстати, что если гранату положить Вот в такой вот граненый стакан Кто знает, как это называется И если вы знаете Мы обязательно такой выпуск сделаем Только напишите об этом в комментариях Голову нашего пирата Джека Воробья Я поставил посерединке Чтобы было лучше видно Гранату я положу вот здесь И очень быстро свалю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, где он? А, вот он ё-моё, блядь, блядь, ау, ладно, начнем препарацию, поверхностно обзор выглядит очень печально, в общем, знаете, боюсь, что ютуб за такое может и забанить, ладно, это мы сделаем сейчас и посмотрим, какие там проникающие и что там случилось с ним внутри на бусте, переходите, ребята, и посмотрите этот контент, шокирующий, что называется, с вами крупнокалиберный переволох, не переключайтесь и знайте, рядом с гранатой лицом торговать не нужно.